КИМ ТАНСИК Самое слабое в мире чудовище Золотые люди Однажды мир людей посетил демон. Тело его состояло полностью из золота. Он решил поразвлечься и провозгласил миру. «Люди, я знаю, что вы очень любите деньги. Я превращу самых жадных из вас в слитки золота». С этими словами гость показал свою удивительную способность превращать в золото все, чего коснется его рука. Увидев это, люди не могли не поверить словам демона. В представлении большинства самыми жадными до денег, несомненно, были миллиардеры. Кого, как не их, должна была ждать печальная участь. Однако люди сильно заблуждались. Демон превратил в слитки золота в основном бедняков. Это были главы семейств, единственные кормильцы, без которых их родные могли погибнуть от голода. Людям было очень жалко несчастных, а их близкие с утра до ночи горько оплакивали потерю родных. Однако обратившиеся в золото люди не погибли. Они продолжали жить в своих золотых оболочках. Пока никто не видит, золотые статуи могли двигаться. Возвращаясь в комнату, где находился человек с золота, люди замечали, что местоположения их близких и поза изменялись. А некоторые даже находили бумажные записки. Так близкие золотых людей поняли, что их родные продолжают жить. Люди с золота общались с родными с помощью записок, которые были единственным возможным средством общения. Ведь снимать их на камеру было нельзя, так как это тоже означало присутствие людей. Люди были благодарны хотя бы за эти записки, через которые они могли ощущать присутствие их живых отцов и матерей. Радость с радостью, но у родных золотых людей была неизбежная проблема – непреодолимая бедность. Ведь люди золота, как вы помните, были единственными кормильцами в своей семье, поэтому они так стремились добыть все больше и больше денег. В их семьях не было больше никого, кто мог бы заработать. Кто-то был уже слишком стар, кто-то слишком мал, кто-то серьезно болен или имел инвалидность. Поэтому, когда однажды утром главный кормилец семьи обратился в слиток золота, жизнь его родных разрушилась в один миг. Но вскоре люди нашли выход. «Разве можно быть бедным, когда в доме слитых чистого золота в человеческий рост?» Золотые люди оставляли родным такие записки. «Отрежьте мои волосы и продайте их». Родные поступили так, как велели их отцы и матери, и волосы у многих золотых людей стали короткими. Затем постепенно исчезли волосы с других частей тела, обрезаны под корень были и ногти на пальцах рук и ног. Но денег хватило ненадолго. Вскоре жизнь бедных семей опять вернулась в прежнее состояние. Наверное, то, что случилось дальше, было вполне ожидаемым. «Люди золота опять оставили записки. Отрежьте часть моего тела и продайте». Теперь золотые люди предлагали отрезать даже то, что нельзя будет никогда восстановить, даже если им вдруг удастся вернуться назад в человеческий облик. Родные сначала отрезали ушные раковины, затем бедра, икры, ягодицы, руки. «Люди золота постепенно теряли части своего тела. Они добровольно жертвовали собой ради спасения родных, потому что даже в золотой оболочке они все еще продолжали заботиться о своих близких. С появлением легких денег некоторые родные золотых людей стали меняться. Поначалу они старались жить экономно ради родителей, чтобы их больше не калечить, но со временем жадность их победила. «Я же могу купить себе это или же позволить себе это. Почему бы нам не поесть еду подороже? Хочу новый компьютер, хочу телефон самой последней модели, автомобиль, новый дом». Теперь им казалось, что золото, отрубленное от тела золотых статуй родных, получено даром. Легкие деньги совершенно их изменили, они стали бросаться ими на ветер. Золотые люди же никогда не отказывали родным, хотя прекрасно знали, что некоторые вещи, которые их близкие собирались купить, не были жизненно необходимыми. Постепенно золотые статуи становились безобразными. Сначала исчезла одна кисть, затем нога ниже лодыжки, часть руки ниже локтя, часть ноги ниже колена и так далее. Все равно люди золота не жаловались, потому что они были кормильцами. Родные оправдывали себя, ссылаясь на то, что папа или мама сами им предложили так поступать. Все равно отцу обе руки не нужны, ему и одной будет достаточно. Вряд ли папе нужны обе ноги, одна же в любом случае останется. Не обязательно иметь обе ноги, он же может просто лежать. Не нужно все время переписываться с отцом, он может вообще обойтись без рук. Я думаю, что мы вполне сможем общаться с папой, если у него останется только верхняя часть тела. Возможно, близким золотых людей повезло, ведь даже в таком обличии их папа и мамы продолжали жить. Поэтому, выйдя из нищеты, родные людей золота решили сохранить остатки золотых тел, как символ победы над бедностью. Вот теперь-то они точно будут заботиться о золотых родных и жить с ними счастливо, ведь так тоже очень неплохо. Но это было только их собственное мнение. А может быть, они себя в этом просто убедили? Теперь, когда золотые люди были лишены рук и уже не могли выразить свои мысли на бумаге, вряд ли их родным бы довелось узнать, о чем они думали на самом деле. Но близкие золотых людей недолго жили в счастливом неведении. Однажды золотой демон вновь вернулся на землю. «Люди давно не виделись! Давайте посмотрим, как поживают мои золотые люди!» «Ой, что это? Где ноги? И рук тоже нет! А у этого вообще только голова! Ничего себе!» Следующие слова демона повергли людей в шок. От услышанного они просто онемели. «Как это? Мои золотые! Вам что, не больно? Должно быть очень больно! Как вы это терпите?» Для родных золотые люди стали символом победы над нищетой. Они их оберегали, как берегут золотой кубок, и не представляли, как золотые люди страдали от боли. Обняв их, дети горько заплакали. Но оказалось, что это были только цветочки. Настоящая трагедия началась позже. «Мне очень жалко этих людей, поэтому я верну их к жизни!» После этих слов демона мир настигла страшная беда. Жуткие картины можно было наблюдать в домах золотых людей, вернувшихся к жизни. Это была страшная трагедия. Но в этот же день многие золотые люди оставили похожие друг на друга записки, предсмертные записки. «Со мной все в порядке». Эти главы семей, кормильцы, мечтавшие заработать побольше денег для родных, и за это ставшие золотыми статуями, были одинаковыми, во всем похожими друг на друга. Самые слабые в мире чудовища Однажды к людям пришло самое слабое в мире чудовище. Оно сам признался в этом. «Люди, подождите минуточку, не пугайтесь, не нападайте на меня. Я очень слабая. Не бейте меня. Я, правда, очень слабое чудовище. Если вы меня сильно ударите, то я могу погибнуть. Так что, пожалуйста, не бейте меня. Я даже не могу двинуться с места. Видите, у меня нет ни рук, ни ног, да и нормального тела нет. Даже маленький ребенок сможет убить меня. Не бейте меня. Я очень слабая». Люди испугались виды чудовища, из ниоткуда появившегося на пустыре недалеко от прогулочной дороги. Издалека существо походило на белую пирамиду и отличалось от нее лишь тем, что шевелилось, будто дышало. На одной стороне пирамиды разместились огромный глаз, нос и рот. Трехметровое чудище смотрело на мир одним большим глазом из-под висячего века. Над глазом вместо брови виднелись три больших ноздри, которые все время шевелились. Ниже глаза расположился гигантский рот, занимавший весь нижний участок пирамиды. Каждый раз, когда существо открывало рот, внутри виднелись жуткие хаотично растущие клыки, а язык был таким длинным, что был завязан в моток, на котором шевелились мерзкие черные сосочки. При виде чудовища люди убегали с раздирающими душу криками, но существо продолжало умолять людей не пугаться. «Люди, не бойтесь меня. Я в самом деле очень слабая. Давайте поговорим спокойно. Я боюсь, что от страха вы убьете меня. Сколько нужно повторять о том, что я слабое чудовище? Это я боюсь вас. Люди, не пугайте меня. Я же такое немощное». Когда прибывшие полицейские направили на чудовище оружие, оно сказало, «Ой, минуточку, это же винтовки. Не стреляйте. Один выстрел, и я труп. Пожалуйста, не стреляйте. Я же самое слабое в мире чудовище. Не убивайте меня. Ради бога!» Чудовище затряслось всем телом, а его белое лицо побледнело еще больше. Через некоторое время бесконечные повторения существа о том, что оно самое слабое в мире, начали успокаивать людей. «Люди, я слишком слабая. За это меня даже изгнали из мира чудовища. Я случайно попала сюда. Я не хочу умирать. Не нападайте на меня. Не бейте меня. Мне с вами не справиться. Я сразу погибну». Чуть позже произошло то, что подтвердило правоту его слов. «Ой, больно! Ай, очень больно! Не бросайте в меня камни, я умру! Ужасно больно! Ой, не надо!» Части тела, куда попали камни, сразу покраснели и опухли, а из глаза чудовища полились слезы. Увидев это, люди наконец-то успокоились, а пострадавшее чудовище продолжало умолять людей. «Я такой беспомощный, даже дети смогут меня убить. Не бейте меня, давайте будем жить дружно. У меня совсем немного сил, но с ними я могу быть вам полезным. Так что не убивайте меня. Давайте жить мирно друг с другом». Неподвижное чудовище всячески старалось убеждать людей словами. Когда существо полностью окружили военные, к нему вышел мэр того города, в котором оно появилось. Он попытался поговорить с чудищем. Этот разговор передали в прямом эфире по всей стране. «Не надо стрелять. Я очень боюсь. Пожалуйста, один выстрел и мне конец». «Что ты такое?» «Я чудовище, изгнанный из мира чудовищ за то, что я очень слаб. Я совсем не опасен. Ради бога, не бейте меня, иначе я погибну». «А зачем ты пришла сюда?» «Я же сказала, что не я пришла сюда, а меня изгнали. Теперь я должен жить здесь. Так что не надо нападать мне. Давайте существовать мирно». «Существовать мирно?» «Да, мирно. Если вы меня не убьете, то я помогу вам своей волшебной силой». «Волшебной силой?» «Да, я обладаю волшебной силой. Я могу вернуть вам молодость. Восьмидесятилетние превратятся в двадцатилетних». «Что, правда?» «Конечно же, посмотрите на меня. Я же тоже существую. Я говорю правду. Зачем мне врать?» «Тогда попробуй меня превратить в молодого человека. Сможешь?» «Запросто, только...» «Не пойми меня неправильно». «О чем ты?» «Вы можете меня не так понять, но нападать из-за этого на меня не надо. Для того, чтобы сделать из тебя молодого человека, я сперва должен проглотить тебя». «Что?» «Что ты сказала?» Испугавшись, мэр резко попятился назад. Чудовище продолжило. «Нет, нет, нет, не пугайся. Просто мои силы так работают. Пойми меня правильно. Это правда». «Вот хитрый негодяй». «Да нет, я не обманываю. Такое слабое существо, как я, не может врать. Я говорю правду. Пойми меня правильно. Даже если не сможешь понять меня, только не бей. Я не хочу умереть. Мэр покинул чудовище. А оно, благодаря телевидению, вмиг стало самой большой мировой сенсацией. В интернете интерес к необыкновенному существу был еще больше, поэтому многие люди съехались отовсюду, чтобы посмотреть на него. Кажется, оно говорит правду. Действительно, такое слабое существо не может врать, это же опасно. Оно может притворяться, кто знает. Зачем? Что оно может получить от этого? Чтобы удрать, съев одного из нас? Тем более его окружило так много солдат. Вряд ли. Может быть, оно хочет собрать людей в одном месте и съесть всех их сразу? Но больше всего разговоров было о таинственных силах чудовища, ведь обретение молодости было заманчивым предложением для многих. Правительству тоже было любопытно. И тут, к удивлению многих, появился доброволец. Я попробую. Пусть оно меня сожрет. Это был бездомный мужчина лет 60 по фамилии Ким. У него не было ни семьи, ни денег, только больное тело. Я готов быть съеденным, если это поможет мне стать молодым и позволит начать другую жизнь. Власти не препятствовали. Возможно, их реакция могла показаться бездействием с их стороны, из-за которого мог погибнуть человек. Но любопытство человечества было слишком велико. Давай, преврати меня в молодого. Судорожно трясущийся бездомный Ким крепко зажмурился. Хорошо. Только, пожалуйста, люди, не пугайтесь и не стреляйте в меня. Ни в коем случае не нападайте на меня. Я не хочу умереть. Повторяя эти слова, чудовище открыло огромную пасть. Вскоре смотанный язык размотался и молниеносно схватил Кима. Ам! Мужчина оказался во рту чудовища. Сразу раздались хруст и чавканье. Люди, наблюдавшие это зрелище, завопили, а военные инстинктивно направили оружие на чудовище, которое тщательно пережевывало человека. Чудовище громко рыгнуло, отчего люди совсем остолбенили, а солдаты приготовились стрелять. Ой, минуточку, минуточку, подождите. Чудовище изо всех сил напряглось, отчего на задней стороне его тела возник анус. К большому удивлению через отверстие кашляя выскочил человек. Хы-хы-хы-ха-ха-ха-ха. Что, что случилось? Это был бездомный Ким, только совсем молодой, лет двадцати. Осмотрев себя, Ким восторженно закричал. Это правда, правда, я стал молодым, мне снова двадцать. Он бегал и прыгал, словно испытывал свое новое тело. Люди смотрели на мужчину, удивленный и в то же время с огромным любопытством. Некто, понаблюдав минут десять за Кимом, с которым не произошло ничего страшного, вышел из толпы и сказал чудовищу. «Ты, ты сможешь и меня молодеть? Сколько угодно, я все могу, так что прошу вас, люди, не убивайте меня, давайте мирно жить вместе». Так все и началось. Самому слабому в мире чудовищу удалось ужиться с людьми. Люди выстраивались в очередь на омоложение, и казалось, ей не будет конца. Сначала правительство хотело сделать чудовище своей собственностью и установить над ним контроль. Однако мир воспротивился этому, в результате чего люди всего мира получили равноценный свободный доступ к силам чудовища. С другой стороны, государству и этого было достаточно. Поскольку чудовище не могло перемещаться, в страну прибывали туристы со всего мира, и одно это уже приносило немалую прибыль. Земля вокруг горы, где обосновалось чудовище, взлетела в цене так высоко, чего еще не было в истории человечества. Условия пользования услугами чудовища было одно – люди должны были вставать в очередь. Каждый человек мог воспользоваться чудесной возможностью только раз в жизни. При этом были и те, кто за огромные деньги продал свои шансы помолодеть. Когда численность тех, кто ждет своей очереди, достигла десятков миллионов, продажа места в очереди стала новым способом заработка, даже несмотря на то, что для получения талона надо было явиться лично. Бывали случаи, когда вся семья, включая младенцев, приезжала за талонами для последующей продажи. Само собой появились и компании-посредники, которые выкупали и перепродавали талоны. Так одно чудовище изменило весь мир. Все случилось так, как оно хотело, теперь оно сосуществовало с людьми.